Ярко-красные футболки и береты с орлом. Форму юнормейцев надели все участники молодежного форума «Защитники Отечества». В основном это старшеклассники из различных школ нашего района. Проводимый впервые слет призван проявить их гражданскую активность, приобщить к военно-техническим знаниям. И, конечно, без практики здесь не обойдешься. Что же ждет ребят на форуме? Изучаем военную историю попутно. В процессе выйдет у нас викторина историческая. И плюс здесь работа с оружием, медицинская подготовка, топография, основы жизнеобеспечения. Ну и, соответственно, ребята друг с другом подружатся. Главное – объединение молодежи, позитивное, чтобы было объединение. Первый день форума посвятили формированию команд. Ребята разбились на 8 отрядов, причем так, чтобы не быть знакомыми друг с другом. И начали, конечно, с приветствия и построения. Перед юнормейцами стоит множество интересных задач. И в основном их можно разделить на 4 направления. Духовно-нравственное развитие, социальное, спортивное, интеллектуальное. На лекции в рамках форума ребята делились опытом и рассказывали о планах. Даниил Фатьянов в юнорме с момента появления этого объединения, а именно с 2016 года. И неспроста. Парень хочет стать профессиональным военным, поэтому жадно впитывает любую информацию и новые знания. От этого форума жду больше информации к тому, к чему я не был готов. То есть тоже метание саперной лопаты, тоже разборка-сборка оружия, те же стрельбища. Впрочем, с защитниками Отечества могут быть не только мальчишки, но и девчонки. То, что половина участников представительницы прекрасного пола – отличное тому подтверждение. И пусть они не умеют на время собирать и разбирать автомат, но каждая в программе «Слёта» найдёт для себя что-то увлекательное. Благо выбрать есть из чего. Я, наверное, больше всего жду ориентирования, потому что мне нравятся квесты, и я считаю, что ориентирование очень похоже на квесты, так как там нужно искать определенные места, где ты будешь что-то помечать в бумажке, и ориентироваться на месте, я считаю, это очень интересно. Особым событием форума стало выступление олимпийского чемпиона Александра Легкова. Прославленный спортсмен, возглавляющий сейчас региональный штаб Юнармии Московской области, рассказал ребятам, что это объединение – замечательная возможность для каждого из них и быть полезным Отечеству, и найти себя. Юнармия даёт много направлений, и в этих направлениях ребята могут реализоваться, найти себя. Что даёт? Дисциплину даёт, трудолюбие даёт, хорошие, благие дела даёт Юнармия. То, что очень многое сейчас, скажем, сейчас идёт год волонтёрства, и ребята как раз в этих направлениях могут поработать. Работа форума продлится до 5 ноября. Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Елена Кошлева. Видное ТВ.